Итак, на сайте Банжи внезапно появилось письмо от Джо Блэкберна, помощника геймдиректора в Destiny 2. Письмо очень важное, неожиданное и на самом деле затрагивающее самые ключевые проблемы Destiny 2 сейчас. Тут нам и про трансмог, и про новый контент, и про пушечки, и про рейды, всё самое сочное и желанное. Но, во-первых, немного занудный, но всё же важный момент. Кто такой Джо Блэкберн? И почему письмо написал он, а не сам Люк Смит? Джо один из ключевых разработчиков рейд-команды. Он работал в Банжи до выхода с сезона Изобилия, который подарил нам Паноптикум, рейд Корона Скорби и лучшие легендарные пушки и систему их лута. После релиза того сезона Джо по своему желанию покинул студию. Но сейчас он вновь в команде Люка Смита. Работает над игрой и, чёрт возьми, он, как никто другой, знает, как нужно работать над системой наград в этой игре. Поэтому я прям со всей силы скрещиваю пальцы и загадываю, чтобы всё получилось. Сезон Изобилия второго года Destiny 2 это лучший из всех сезонов, которые вообще были, с интереснейшим эндгеймом и нормальной системой легендарных наград. Итак, что же нам сказал Джо? Он говорит, что на собраниях разработчиков на онлайн-конференциях он всегда задаёт один и тот же вопрос. Как мы улучшаем каждый сезон для того, чтобы он стал поводом вернуться в Destiny? И это, надо заметить, очень правильный вопрос. Потому что сейчас единственная система, заставляющая играть в сезоны, это FOMO. То есть страх упустить ценный контент. Например, дробовик Ложфел Винтера, который вот не получил ты в сезоне Распутина, теперь жди, пока его вернут. Или не вернут. Об этом, кстати, позже тоже скажу. Вернут его. Ограничение силы по сезонам тоже часть этой системы, поскольку таким образом разработчики могут создавать подвижную мету оружия и снаряжения, заставляя искать игроков всё более подходящие для игры пушки. Разработчики признаются, что эта система, конечно, несовершенна. Например, они видят две проблемы. Первоначальный пул наград, которые должны были заменить ушедшие легендарные пушки, в этом дополнении был слишком мал. И очень неприятно играть в Destiny 2 и видеть, как другой игрок использует оружие, которое сейчас получить в игре нельзя. И если с первым тезисом я, безусловно, согласен, легендарного оружия в игру не добавили, забрав при этом пару сотен любимых наименований, то со вторым я бы всё же поспорил. Всё же Destiny 2 должна иметь определённый набор наград, ограниченных временем. Но, наверное, тут применима модель ивентов. Об этом потом и пишет Джо. Например, вот ивент рассвет или фестиваль усопших, он приносит нам легендарную награду, и её можно будет получить только в канун выбранного праздника. Это окей. Главное, чтобы награда была играбельной. Нам вот скоро фьюжнку должны перенести. В любом случае, главная претензия от сообщества сейчас в игре не за что бороться. Буквально сегодня я в видео про Железное Знамя говорил, что есть пара мыслей на этот счёт. И вот меня опередили ребята из Банжи. С каждым новым сезоном четвёртого года Destiny 2, экосистема ограничения силы на оружии будет расширяться. За очень немногими исключениями, всё оружие, на котором будет ограничение силы, всё равно можно будет получить в игре, как, например, сейчас старое ритуальное оружие в киоске Угасшего Света. А в будущих ежегодных аддонах будет больше нового оружия, чем в Загранью Света или Обители Теней. Это уж надеюсь, но ждать-то ещё что, целый год выходит. И остаётся пока верить на слово, тут, конечно, боязно, но кроме надежды у нас ничего нет. Дальше Джо пишет, что с последним дополнением студия перестроила всю систему игры с нуля, чтобы в дальнейшем оперативнее добавлять изменения и работать над ошибками. Между тем, 13 сезон начнётся всего через пару месяцев, что для разработчиков крайне скоро. Потому Джо делится некоторыми планами, без громких спойлеров и не раскрывая все карты, конечно, но всё же интересно. Во-первых, в 13 сезоне они добавляют 6 новых легендарных видов оружия к плейлистам, по 2 для налётов, для гамбита и для гарнила. В дополнение к этому оружию, сумрачный налёт получит 3 уникальных легендарных оружия. Палиндром, сворм и шадоу прайс. А если вы пройдёте налёт на сложности Грандмастер, вы сможете заработать адепт версии этого оружия. Палиндром, сворм и шадоу прайс – это оружие из первой части. А кто в неё играл, знает, что, например, Палиндром – это один из лучших легендарных револьверов. Так что, безусловно, возвращение этого оружия – это важный, хоть и небольшой шаг. И я надеюсь, что позже мы увидим как можно больше старого оружия из первой части, которая там лежит без дела, знаете ли. Давайте его сюда уже. Джо хвалит команду за добавление нескольких новых перков и отличного экзотического оружия, что действительно правда, это дополнение подарило больше крутых экзотов, чем Обитель Теней на старте. Но при этом он видит проблему в том, что награды за рейд «Склеп глубокого камня» и набор оружия Европы всё ещё слишком мал. Так что тут Джо прямым текстом пишет, что они обязуются, что в будущих ежегодных дополнениях будет больше оружия, чем в Beyond Light или Shadowkeep. Ну, ребят, уж пожалуйста. Текущая команда с этим просто сейчас не справлялась. Людей слишком мало, а кранчей никто, конечно, не хочет. Так что Джо сообщил, что студия намерена набрать дополнительные кадры в команду, работающую над наградами. Оружейников в Банджи, в общем, будет больше. Это радует. Конечно, это те вещи, которые появятся в игре не в ближайшие пару месяцев, но просто важно найти эти проблемы и работать над ними. Ещё, чего многие так ждали, в 13 сезоне студия вернёт старое квестовое оружие, такое как ложь Фелл Винтера, шёпот червя и идеальная эпидемия. Получить эти пушки можно будет в экзотическом киоске в башне. Ну и на сладко. Студия активно работает над системой трансмога, чтобы дать возможность игрокам выглядеть так круто, как только они пожелают без урона для характеристик брони. Трансмогрификация в Destiny 2 появится в 14 сезоне, то есть ближе к концу весны, началу лета. Пока что нам представили рабочие прототипы интерфейса, которые выглядят хоть и сыровато, но уже дают представление о функции. После этого тезисно в письме перечислено несколько важных анонсов. Таких как защита от DDoS-атак для игроков Destiny 2 на всех консолях в 13 сезоне, Raid Wall of Glass вернется в 2021 году, Crossplay полноценный включат также в 2021 году, два старых налета из первой части вернут, Fallen Saber и Devil Slayer. Они оба на космодроме и появятся в 13 сезоне. А также будет усовершенствована ротация легендарных и мастер затерянных секторов. В набор секторов добавят те, что располагаются на Луне, а в пул наград добавят еще три новых экзота. Это все также в 13 сезоне. Так что у нас теперь есть новый рубеж, надо отметить на календаре, знаете, дождаться лета. Письмо и правда очень позитивное, так что тут я могу лишь сказать, что перечисленных вещей не хватает прямо сейчас, да, но радостно видеть, что в команду возвращаются лучшие кадры с результатами работы, которых мы знакомы, а значит словам и планам которых можно верить. Ссылка на полное письмо будет в описании под видео. Пишите, что думаете вы. До связи.